СПОРТИВНАЯ КАМПАНИЯ СПОРТИВИЗИОНА НУРНИКЕЛЯ выявили сильнейших в трех видах спорта. В Печенском округе завершились традиционные майские соревнования «Заполярная весна». В этот раз по числу побед Мончегорск впереди всех. Волейбол – единственный из видов спорта, в котором на «Заполярной весне» состязаются не только мужчины. Женщины играли первыми. И победитель у них определился только на последних минутах встречи. Сегодня, к сожалению, получилось так. Девушки из «Заполярного» укрепились молодыми девушками с города. Я так понимаю, городские, это не из компании. Ну и, в общем, в целом, мне понравилось играть, когда соперник сильный. Таким составом мы играем в первый раз. Поэтому, конечно, была несыгранность, да, были ошибки. Но в целом мы играли для себя, получили удовольствие. И мы рады победе. Познакомились с новыми людьми. Как вот и сказала Наташа, мы не играли таким составом. Мы познакомились с ребятами и поняли то, что хорошие люди, новые знакомства и хорошая игра получилась. В волейболе в этом году программа соревнований принципиально не менялась. А вот в «Баскетболе» плюс одна команда. Впервые в «Заполярной весне» приняли участие спортсмены мурманского транспортного филиала «Норникеля». Ну, свое выступление оцениваем хорошо. Рады две игры в день. Тяжеловато. Первую игру показали, что смогли. Ну, а во второй уже как получилось, на что остались силы. Впечатления очень самые классные, потому что к нашей игре добавился еще транспортный филиал. Мы рады приветствовать их на нашей площадке баскетбольной. И противостоять им. Это очень серьезная команда, которую они выставили. Раньше у нас было гораздо меньше. Это круто. В «Баскетболе» первыми оказались манчегорцы. Серебро у Печенге, мурманчане только на третьем месте. Еще одна новинка турнира – флорбол. Его впервые включили в программу соревнований. Флорбол чем хорош? Это хоккей, но хоккей в зале. Можно в любой зал, в любой школьный. Кто не умеет на коньках кататься, кто хочет в хоккей играть, для них флорбол – это находка. Очень динамичный вид. Вот видите, мы все мокрые. Выкладываемся по полной. Работают все группы мышц. И голова работает. Возраст игроков от, наверное, лет 25 до 60. Да, почти до 60. Вот играют, собираемся, стараемся как-то дотянуться до коллег. Я думаю, у нас в ближайшем времени, где-то через 8 получится. Результат игры флорболистов был предсказуем. Манчегорская команда соперники это признают заведомо сильнее. Флорболисты Манчегорска занимаются уже в таком-то хорошем профессиональном уровне. Они уже выступают и на региональных уровнях. У нас, у ребят, конечно, команда такая любительская. Здесь интриги нет. А все остальные виды спорта, ну вот кому повезет. В волейболе у мужчин повезло манчегорцам. Борьба на площадке шла до последнего. Силы команд примерно равны. И возможности друг друга соперники давно знают. У нас качели вечно постоянные с нашими, так сказать, коллегами. Потому что в Сочи потом вместе играем. Ну, за одну команду. Постоянно из пяти партий игра идет. Очень сложно играем постоянно. Ну, в принципе, каждый год одно и то же. Постоянно борьба. Мы перед поездкой в Сочи собираемся в Манчегорске на 2-3 дня. И каждый день по 1-2 тренировки с ними сыгрываемся. У нас там смешанный состав. И поэтому это очень помогает перед поездкой. И плюс еще, когда приезжаешь в Сочи, еще минимум 2 тренировки перед турниром. Программа соревнований почти завершена. Почти потому, что традиционный кусочек заполярной весны в этот раз пришлось отложить на осень. В рамках заполяра весны еще предполагается хоккей. Мы его будем проводить осенью. Будут команды Печенского округа и Манчегорск подключаться. Осенью хоккеисты двух площадок встретятся на нейтральной территории Ледовой арене в Мурманске. В Манчегорске прошел большой футбольный фестиваль «Наша смена». Он стартовал с селекционного отбора воспитанников спортшкол «Заполяре», который на стадионах провели ведущие тренеры и специалисты страны. В селекционном отборе приняли участие более 250 увлеченных футболом ребят из Печенского округа и Манчегорска. Первыми свои таланты показали девочки. Оценивали их специалисты научной группы Российского футбольного союза и двукратный чемпион России, чемпионка Европы Елена Терехова. На самом деле это первый такой отбор именно с оборудованием, с подключением научной группы РФС. И это первый опыт в вашем именно городе. Но в целом, когда мы проводим такие мероприятия, детей действительно можно найти. То есть уже было несколько и девочек, и несколько ребят, которые потом приглашались в академию. В моем детстве такого не было. Я в 10 лет даже не знала, что есть женский футбол. Да и в принципе, мне кажется, что вот в регионах еще действительно не везде знают, что есть женский футбол. Именно с этой целью мы посещаем регионы, чтобы дать развитие. Звезды спорта рождаются не только в столицах. Елена Терехова, к примеру, родом из Воронежа. Специалисты Российского футбольного союза ищут талантливую молодежь в разных регионах страны. От Калининграда до Камчатки. Для юных футболистов селекционный отбор – хороший шанс быть замеченными ведущими тренерами страны, увидеть знаменитых футболистов и сделать следующий шаг в любимом виде спорта. Ну, я сразу такая, вот это хорошо, поеду, все будет классно. Вообще я был счастлив, потому что это новый вызов – показать себя в первую очередь и проверить, насколько ты физически готов посостязаться с другими. Ну, я занимаюсь где-то почти два года. Мне он очень нравится. Я во дворе играла мячик, и меня родители решили записать. Самое интересное, мне кажется, это, конечно же, увидеть с футболистами, потому что все этого хотят, все этого ждут, все приехали ради этого. Увидеться и задать вопрос – ну, как достиг таких успехов? Как так поднялся? У ребят из Менчегорска и Печенского округа возможность проявить себя, попасть на карандаш к ведущим тренерам, появилась благодаря совместной программе Российского футбольного союза и Норникеля «Наша смена». Она нацелена на подготовку спортивного резерва страны. Я могу сказать, что у нас играет китайцев Матвей, который 2006 года рождения. Он из Кандалакши. Он играет у нас. Он играет за сборную России 2006 года рождения. Очень перспективный мальчик. И я хочу сказать, что шансы, наверное, есть у всех было бы желание. Тренеры Кольского заповерья не скрывают – с талантливыми игроками будет расставаться жалко. Но для старших ребят это шансы достичь футбольных высот. А для младших – стимул заниматься серьезнее. Первый раз это все проводится. Но я думаю, что пройдет хорошо. И если все будет повторяться, то ребята следующих возрастов, которые на подходе, будут к этому относиться более серьезно и больше себя требовать будут. Мы в том году участвовали в юношеской футбольной лиге северо-запада. В этом году как бы по определенным обстоятельствам у нас ее не будет. Ну, ребятишек как бы пристроились. Они сейчас будут играть за различные команды, только другого региона. Кто-то будет играть за Вологду, за Великий Новгород, за Балтику Калининградскую. Ну, там перспективные ребята есть с дальнейшим ходом. Увидеть легенд футбола, получить автограф и сфотографироваться с ними смогли жители Манчегорска, пришедшие на фестиваль «Наша смена». А сотрудники Кольской ГМК и воспитанники местных спортшколов смогли даже сыграть со знаменитыми футболистами. Сегодня мы здесь проведем футбольный фестиваль. Я надеюсь, вы готовы? Да! Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Дмитрий Оленищев, Андрей Тихонов и Егор Титов – легендарные российские футболисты. Нурникель совместно с Российским футбольным союзом привезли их на праздник спорта в Манчегорск. В целом, мне кажется, позитивно проходит сотрудничество. Нурникель продвигает свой бренд. Мы стараемся вовлекать детей в каждом городе, в котором я был. Это событие, много эмоций, дети. Очень много детей, очень много болельщиков. Для города важно, потому что любое спортивное мероприятие в городе Манчегорске, оно находит отклик. Виктор Иванович сегодня правильно сказал, что город Манчегорск – город с большими спортивными традициями. Эмоций было действительно много, пока с одной стороны поля дети и Андрей Аршавин проверяли выносливость с помощью специальных тестов, на другой стороне известные футболисты давали мастер-классы. Сыграть со своими кумирами смогли несколько детских и взрослых команд, в их числе сборная окольской ГМК. Матч выдался напряженным и одновременно результативным. Основное время завершилось со счетом 4-4. Несмотря на возраст, люди не потеряли своих профессиональных качеств. Мы стараемся им составлять конкуренцию, но пока вроде более-менее получается. Удовольствие море. Огромное спасибо организатору за то, что проводят такие мероприятия. Победитель матча определялся по серии пенальти. Им стала команда Кольска ГМК. Честно говоря, я когда вышел, я очень волновался. Никогда не мог подумать, что сыграю со своими кумирами. Поэтому игра такая больше фановая была, чем серьезная. Они на одной ноге играли. Болельщики во время матча зажигали фаеры и скандировали кричалки. Ведь для них увидеть вживу любимых игроков – это невероятное ощущение. Вот какие-то, возможно, кумиры в вашей среде. Конечно, Оленичил – это не просто кумир. Это человек, который в российском фоне обладает Кубку Ульфа, обладает Кубку Лиги Чемпионов. Для меня Егор Читов – это самый любимый футболист вообще всех времен. Да они все звезды. Вот. Для нас вот так вот, дай бог, обняться, смотришь, да, вот и с футбором привезти, да, это вообще мечта была всего детства. Завершился фестиваль «Автограф-сессии», где каждый мог получить карточку с росписью кумира или даже сфотографироваться с ним. Любой болельщик сходу скажет – Андрей Тихонов – знаменитый российский футболист и тренер. Не только. Добавят теперь в польское ГНК. В Мончегорск бывший капитан «Спартака» приехал на футбольный фестиваль «Наша смена». А в Заполярье ему предложили попробовать совсем другое дело. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мне запишу. Давайте. Тихонно. Давайте. Турбоблок с космического видашлема – обязательный атрибут электролизника. Прибор очищает воздух и защищает от видных испарений. Справиться с ним удается не сразу. Как и в любом деле, здесь нужен навык. Поэтому на помощь приходят работники компании. Все, нужно. Теперь можно отправляться в поездку на кране над ровными рядами электролизных ванн. Изреющими там катодными пластинами. Без малого недели на них из раствора нарастал чистый никель. Примеси в нем меньше десятой доли процента. Настало время ванны выгружать. В каждой ванне 60 катодов. На платформу их поднимают партиями по 5 штук. Ролли распределены. Кто-то достает готовый металл, кто-то с другой стороны платформы вывешивает в ванны новые заготовки. Выращенные на матрицах тонкие листы никеля. Зреть их оставят на 5-6 дней. Между первой и второй операцией нужно достать ломик, на котором катод подвешивают в ванне. Когда урожай свежего никеля собран, а новые саженцы посажены, надо проверить и зачистить контакты. Эту операцию повторяют после каждой выгрузки ванны. Чтобы был хороший результат, ток должен идти в правильном направлении. Утечки его нельзя допустить. Последняя операция. Надо проверить, как дышит никелевая грядка. Газоанализатор показывает, нет ли утечки хлора, все ли в пределах ПДК. Теперь можно делиться впечатлениями. Впечатления замечательные, потому что когда ты смотришь по телевизору, это один момент. Но когда ты окунулся в эту работу, я мне дали поработать и померить, и хлор померить, и электричество тоже. То есть как бы все равно у тебя другие чувства. Ты совсем понимаешь, что действительно работа – это не так просто. И то, что делают здесь ребята на таком заводе, конечно, это дорогого стоит. Поэтому хочу пожелать им, конечно, самое главное – здоровья и процветания завода, и процветания нашей страны. Пока Андрей Тихонов осваивал профессию электролизника, его коллеги Ашавин, Титов, Оленьчев, Пименов знакомились с производством как экскурсанты. И честно признавались, не так просто сходу понять, как путем множества превращений в Менчегорске получают в такой нужной для современной экономики металла. Ну здорово, красиво льется, жарко. Но в принципе я себе представлял более экстремальные условия. Рассказал Ашавин, что понятно, что ничего не понятно, потому что информации очень много. Что-то собираешь, анализируешь в голове. Поняли? Ну что еще мы переварим? Подожди, сразу же не надо давать быстрые ответы. Нужно все осознать, все это должно прийти, и в конце ты, конечно, поймешь, что здесь и как. Завершилась экскурсия встречи с металлургами, большим открытым разговором о футболе и, конечно, автографами. На этом наша программа пересекает финишную черту. Мы обязательно увидимся с вами снова через месяц на телеканале ТВ-21. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»